7 октября 1944 года. Италия. Провинция Верона. Поселок Сан-Дзено-Ди-Монтанго. После многочисленных попыток партизанам группы Авесани удается убить Падеста, главу местной администрации. Его назначили немцы, к тому времени оккупировавшие север итальянского полуострова. Вскоре в город прибыли нацисты. Местных жителей вывели на улицу. Начались допросы. Кто помогал партизанам, где они прячутся, кто в лаварь. Это было ужасно. Везде неразбериха. Женщины кричат. Дети плачут. А по немецким законам существовало такое правило. За одну немецкую голову убивали 10 итальянцев. Партизаны пытались прорвать кольцо об лавы, скрыться из села. Завязалась перестрелка, но силы были неравны. Партизаны понимают, что им нужно отступать. Тогда один партизан крикнул, ребята, уходите. А я вас прикрою. Последняя пуля, если что, будет моя. Он защитил свою бригаду и застрелил в себя, потому что не хотел просто сдаться. Это был русский солдат. На его могиле всего три слова. Партизану, советику и ноту. Неизвестны. Но его никогда не называли по имени. Его все тут назвали русский. Русский партизан. Таких безымянных могил по всей стране очень много. На территории Италии в движении сопротивления, в партизанских отрядах участвовало около пяти тысяч солдат и офицеров Красной Армии, которые волею судеб и обстоятельств оказались на итальянской территории. Многие из них остались в Италии навсегда. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 10 июля 43-го года британский десант высадился на Сицилии. 25 июля король Виктор Эммануил III отстранил Муссолини от власти. 8 сентября 43-го года Италия объявила о выходе из войны. Новое правительство во главе с маршалом Бадольо заключилось с союзниками перемирия. Это такой был эфемерный выход из войны, потому что началась новая война уже на территории самой Италии. 8 сентября 1943 года, в день, когда было объявлено о перемирии, немцы оккупировали север Италии. Буквально за одну неделю Германия смогла оккупировать и подчинить себе все итальянские территории от севера и до центра. Новое правительство и король бежали на юг под защиту союзников. При этом он не оставил приказов для армии. Около полутора миллионов итальянских солдат в Италии и в других европейских странах оказались в ситуации, когда они могли со дня на день столкнуться с немцами, бывшими союзниками, ставшими врагами, не зная при этом, что делать. Последствием стал всеобщий хаос, воцарившийся в стране. Немцы вызвали ли Муссолини ссылки и создали на севере под его управлением новое нацистское марионеточное государство – республику Сало. А в это время с юга постепенно продвигались союзные войска, освобождая города и регионы Италии. И немцы, и союзники стремятся к Риму. Это задача номер один – захватить столицу. Нацисты входят в город первый. После жестоких двухдневных боев на улицах Рима город оккупируют нацисты. Рим объявляют открытым городом, чтобы сохранить его для потомков. В нем запрещено вести боевые действия. Это, конечно, всемирная сокровищница. Все человечество, конечно, следило за судьбой этого города. Номинально Рим получает статус открытого города, то есть теоретически мирной территории, находящаяся вне военного конфликта. Но в действительности город был захвачен, а общественный порядок в нем полностью контролировали нацисты. Именно Рим становится центром итальянского сопротивления. Партизанская война захватывает все улицы и площади города. В этой войне партизаны распределяются по восьми зонам Рима. Они условно делят город на восемь частей и в каждую направляют боевую ячейку, которая организует саботажи, атакует военные конвои, а также нападает на самих солдат вермахта. Рим находился под контролем нацистов в течение девяти месяцев. И на протяжении всех девяти месяцев, днем и ночью, сопротивление не прекращало своих атак. Нигде еще в Италии, даже в других столицах Европы, подобного не происходило. В римском сопротивлении участвует и русская антифашистская подполе. Эта сеть была организована русскими, которые поселились в Риме еще до войны. Многие из них принадлежали к белым аристократам. Среди них была, например, одна княжна, один художник и два русских священника. Все они были против большевиков. Но в тот момент, когда Германия напала на Советский Союз, эти люди объединились, чтобы защитить свою родину от немецких захватчиков. Один из героев русского подполя Алексей Флейшер, он сказал знаменательные слова. Он сказал, я не белый, я не красный, я русский. Выходец из русского дворянского рода с дальними предками, датскими купцами. После революции Флейшер вместе с кадетским корпусом оказался в Европе. Он пересек Болгарию и добрался до Белграда в Югославии. В 1942 году, после начала нацистской оккупации Югославии, его арестовали итальянские солдаты и отправили в Италию, в Рим. Вскоре он оказался на свободе и какое-то время перебивался случайными заработками на своей второй родине. Флейшер устроился на должность метрдотеля в посольство королевства Сиам, которое римляне называли «Вилла Тай», а еще «Вилла Трех Слонов». После событий 8 сентября 1943 года, когда король бросил столицу и бежал, дипломатический корпус королевства Сиам тоже покинул здание. Фактически оно оказалось без присмотра. Именно там Алексей Флейшер и начал собирать общество для поддержки русских военнопленных. Советских военнопленных немцы стали привозить в Италию на принудительные работы во второй половине 43-го. Они содержались в нескольких десятках концлагерей. Такие учреждения находились во всей северной Италии. Их отправили на такие работы, как разминирование территорий, погрузка и разгрузка вагонов, ремонт дорог и восстановление железнодорожных путей, пострадавших в результате бомбардировок США и Великобритании. Также советских солдат направляли строить оборонительные сооружения, в том числе заграждения на линии Готика. Немцы начинают укрепляться на Пенинском полуострове, поэтому строят очень сильную, так по-немецки основательную, Готскую линию, которая напополам перерезала на Пенинский полуостров, 300 километров, большие работы. Линия Готика физически разделяла между собой зону, оккупированную немцами и их фашистскими союзниками от территории, освобожденных итальянцами. Эта линия имела очень большое военное и символическое значение. С помощью итальянских партизан Флейшер помогает советским пленным бежать, потом прячет их на вилле Тай. Нацисты туда не заглядывают. Посольство имеет дипломатическую неприкосновенность. Дальше переправляет в районы боевых действий. Флейшер создал подпольную сеть, которая помогала бывшим советским военнопленным присоединяться к партизанским отрядам, скрывавшимся в горах, в пригороде Рима. Посольство королевства Сиам стало настоящим логистическим центром движения римского и даже международного сопротивления. В октябре 43-го Флейшер с друзьями итальянцами отправляется в Монтератондо, в 25 километрах от столицы. Поступила информация, что немцы привезли туда несколько десятков советских пленных. Мы находимся на действующем вокзале Монтератондо. Во время войны здесь проходили поезды на Рим. В 1943 году из Рима сюда привезли группу русских военнопленных. Так как этот участок железной дороги нередко подвергался бомбардировке англо-американскими войсками, они в том числе занимались восстановлением рельсов, разрушенных этими бомбардировками. Среди пленных были красноармейцы Алексей Коляскин и Анатолий Тарасенко. Оба попали в плен тяжело ранеными. Оба оказались в концлагере в эстонском городе Тапа. Их в один из дней погрузили в вагоны и куда-то повезли. Флейшер с товарищами начинает разрабатывать план, как помочь русским бежать. Контакт был налажен. Флейшер с помощью местных партизан связался с русскими, убедив их дезертировать, сбежать, укрыться. Скатары, афуджеры. Пленники жили на последнем этаже старинного палаццо в Сине. Там располагался штаб немецкой армии. Родилось два плана. В общем-то, один план был это бежать через окно, второй план, перебив охрану, бежать через два этажа этой тюрьмы. Решили разделиться. Одна группа под началом Тарасенко выбралась на крышу соседнего дома. Вторая, которой командовал Каляскин, действовала более рискованно. Вычислили, когда немецкая охрана наиболее, скажем так, слаба. Было воскресенье, воскресный день, и немецкая охрана серьезно подгуляла. И они просто перебили, сняли, скажем так, охрану очень жестко. Проводник-итальянец провел обе группы в пещеру. Там их уже ждали местные партизаны. Именно здесь укрывались те самые русские солдаты, которые присоединились к партизанам из Монтеротонда. Здесь они находились в достаточном удалении от города. Поэтому местные партизаны и их жены, например, моя мать, приносили сюда еду для русских солдат. Отсюда русские солдаты отправлялись вместе с местными партизанскими ячейками на задания. Военные задания. Ведь они уже воевали и были профессиональными солдатами. И это обстоятельство имело огромное значение для борьбы, для движения сопротивления. Русские лучше всех умели идти в атаку. Отчаянно и зло. Они видели, как на их родину напал враг, как их родные села выжигались и стирались с лица земли. Многие из них знали, что от рук немцев погибла вся их семья. У Алексея Каляскина, когда он ушел на фронт, было четверо детей. Сначала от голода умерла новорожденная дочь Галочка, потом жена Маша. Вскоре не стало и младшего сына Гены. Остались двое старших, Юра и Левушка, восьми и шести лет от рода. Страшные, конечно, были воспоминания у моего дяди Юры и у отца. Выживали они очень тяжело. Зима 42-го года, январь. Вот они подкармливались, там ходили по огородам, ели мерзлую картошку. Советские партизаны воевали не только в Монтеротондо, но и в других пригородах Рима, в Палестрини и Дженцану. Одной группой руководил Тарасенко, другой – Каляскин. В первую очередь они устраивали диверсии и нападения на немецкие эшелоны, доставлявшие продовольствие и боеприпасы. И, конечно, рисковали. В один из вечеров Анатолий Тарасенко отправился в город за очередным заданием навстречу с Франческо де Цукри, командующим партизанскими отрядами Монтеротондо. Получив указание, переночевал в доме местного жителя Доминика де Батисте. Утром, когда собирался уходить, жена хозяина Амелия сказала, что рядом с домом расположилась на привал в немецкой части. Амелия быстро помогла Тарасенко переодеться в одежду мужа, после чего дала на руки своего трехлетнего сына Фауста, что-то шепнув ему на ушко. В голове билась одна мысль, только бы ни о чем не спросили. К нему было обратились, но Фауста заплакал, крепко обнял партизана и стал повторять «Папа, папа». Немцы уверены, что перед ними хозяин дома дали Тарасенко пройти. Изредка до партизан доходили военные сводки с Восточного фронта. Радио ведь было. Я слушал радио Лондона, Москва, потому что радио Москва вещало и на итальянском языке. Мы так узнавали о многих вещах. Например, о Сталинградской битве. Помню даже, как победу в Сталинградской битве праздновали. Мы пили за победу и даже немного опьянили. Победы Красной Армии под Сталинградом и в более поздних сражениях позволили многим итальянцам понять, что немцы вовсе не такие непобедимые. Это осознание стало для итальянских партизан мощным моральным стимулом. Удары партизан учащались. С весны 44-го борьба в римской провинции получила новый размах. Партизанам поступил приказ освободить Монтератондо от нацистов. Город был поделен на несколько секторов и отступающие немецкие части просто-напросто попадали в засады диверсионные. В этом районе русские партизаны совершили нападение на одну из немецких колонн, проходивших по местной дороге. Им удалось разрушить два немецких блиндажа и уничтожить большое количество немецких солдат. Где-то об этом рассказывал, просто как о таких текущих событиях. Он сказал, да, мы 300 фашистов просто взяли в плен. В последнем бою он сам подбил танк фашистов, также был ранен в очередной раз в руку. Американские части вошли в город без боя. Там уже не было ни одного немецкого солдата. Тело убитого русского партизана немцы бросили в овраг. Нашел его один мальчик, который пас овец. Его решили похоронить на местном кладбище. Но женщины в Сан-Дзена, они все были очень набожными, не хотели, чтобы его похоронили на территории кладбища. Русский, скорее всего, коммунист, а значит атеист, да еще и самоубийца. Поэтому он был погребен за оградой в могиле другого человека. Это человек был масон, поэтому он тоже не имел права быть захороненным на кладбище. Но Дон Фачо, местный священник, сказал, что этот партизан все равно был христианином, поэтому его останки нужно перенести на кладбище. Он считал, что он должен быть похоронен на святом месте, потому что в Италии кладбище называется святое место. Слово Дона Фачо было в Сан-Дзену законом. Его любили и уважали все, от мала до велика. Во время войны Дон Фачо активно помогал партизанам, за что жестоко поплатился. Его арестовали, бросили в тюрьму. Над ними издевались, в итоге его даже кастрировали. Когда он вернулся обратно, все сказали, что вот он был больше не он. Но все его помнят до сих пор. Похоронен он на нашем кладбище тоже. Жанна Бурмина живет в Сан-Дзене уже почти 30 лет. Могилу неизвестного русского она увидела случайно. Здесь похоронены родственники моего мужа. Мы сюда приходим навестить наших родных. Я вдруг вижу камень, на котором написано русский партизан, неизвестный. Как так русский партизан здесь, в Сан-Дзену? Стала расспрашивать местных жителей, искать тех, кто помнит события этих дней. Иде Бонафине в 44-м было 19 лет. Партизаны останавливались в их доме на постой. В доме моей мамы было только четверо из них. Среди них был тот русский партизан по прозвищу Вилли. Я слышала, что его звали Вилли. Он был достаточно крепким, но невысоким. Обычного роста. Джузеппе Пипа тогда было 22 года. Он уже успел повоевать на Восточном фронте на Дону. В бою под Николаевкой в 43-м итальянские части были разгромлены. Раненого Джузеппе комиссовали и отправили домой. В 2003-м, когда я приезжал в Россию, я просил русских прощения. Да, мы были вынуждены воевать в России, но я не испытывал ненависти к русским. Я считал их своими братьями. Они хорошие люди. Когда вернулся в село, стал помогать местным партизанам. И он тоже помнит того русского. Обычно он приходил утром, и мы кормили его завтраком. Помню, он часто произносил русское слово «кукуруза». он не умел говорить по-итальянски. В основном он общался с нами жестами. Мы немного понимали друг друга. Как я потом узнала, он попал сюда из тюрьмы, которая находилась в Пескере-Дельгардо. Это самый юг нашего озера. Там была военная тюрьма. Он сбежал и пешком с помощью местных жителей каким-то образом он попадает сюда, в Сан-Дзену. Подпольщики с виллы Тай устраивали все новые и новые побеги военнопленных. Флейшер помог жильем, продовольствием, поддельными документами, оружием. Примерно двумстам людям. И каждого надо было не просто спрятать, найти одежду, накормить, достать оружие и боеприпасы. В разных районах Рима Флейшер создал около 40 конспиративных квартир, где скрывались группы советских партизан. Хозяевами были и русские эмигранты, и итальянские антифашисты. Одним из главных тайных убежищ стал бар на улице Кайроли, который держали Альдо и Идра на Фарабулини. Мы стоим возле здания отеля Карачула. В годы войны здесь располагался бар, который был главным местом встречи членов подпольной сети. Именно в этом баре в годы войны собирались подпольщики. Бывало так, что наверху выпивали и закусывали немецкие солдаты, а под ними в подвале сидели советские партизаны, ждали переброски в район боевых действий. К тому времени партизанские отряды по всей стране оттянули на себя крупные силы нацистов. Партизанское движение фактически превратилось в самостоятельную армию. Речь идет о полноценных полевых сражениях, в которых порой участвовали сотни и даже тысячи человек. Сам генерал Кеслевинг, командовавший немецкими отрядами в Италии, говорил, что по всей стране партизаны подорвали деятельность 13 немецких дивизий, задача которых состояла в борьбе с партизанами и которые по этой причине не были отправлены на фронт. В июне 44-го была освобождена большая территория в провинции Модена. Партизанам удалось выбить из неприступной средневековой крепости Ларокко укрывшихся там нацистов. Так была провозглашена одна из первых в Италии свободных от немцев зон республика Монтефьорино. К этому моменту партизаны начали освобождать многие регионы Италии и открыто занимать такие территории. До этого партизаны вели в основном подпольную деятельность. Партизаны стали контролировать территории площадью свыше тысячи квадратных километров. Она включала семь коммун, где проживало более 50 тысяч человек. Мы с вами поднялись на башню, расположенную на вершине средневековой скалы. Отсюда мы можем видеть всю территорию, которая была освобождена партизанами в годы Второй мировой войны. Большую роль в установлении республики сыграл русский ударный батальон. Боевое соединение сформировано из советских военнопленных, бежавших из немецких концлагерей в этой местности. К тому моменту уже беглецов из немецкого плена было так много, что итальянские партизаны посчитали возможным создать отдельную русскую группу. Поясним, что русскими в Италии называли всех советских. Помимо русских и других народов, проживавших в Советском Союзе, там были чехословаки, дезертеры из Австрии и даже один темнокожий американец. В общей сложности в этом батальоне было около 550 человек. Такие сопротивления это не только военная организация, чья основная функция подготовка боевых действий, но также это еще и интернациональное культурно-политическое движение. Командовал батальоном Владимир Переладов. Все называли его капитану Руссо. В 41-м он, московский студент, вступил в народное ополчение и стал командиром артиллерийской батареи. Был ранен, попал в плен под Вязьмой. Трижды бежал неудачно. В Италию его привезли для строительства укреплений Готской линии. Вместе с несколькими своими соотечественниками Переладову удалось бежать. Это произошло во время хаоса, наступившего после 8 сентября 43-го. Ему помог Динни Куэрино, местный рабочий велосипедной фабрики. Спрятал Переладова в стогусе. Динни и его жена Роза выходили русского парня. Он буквально с трудом передвигал ноги. Когда при росте 186 сантиметров он весил 50 килограмм. Ну, то есть это просто тяжело понять. Сын Куэрину Клаудио погиб под Сталинградом. В России полегло немало итальянских солдат. В общей сложности около 300 тысяч было послано на восток, в Россию. 100 тысяч погибло и 70 тысяч попало в плен. Очень многие погибли в ожесточенных боях и из-за сложных условий жизни. В частности, на берегах реки Дон две альпийских дивизии попали в окружение солдат Красной Армии и только нескольким итальянцам удалось вырваться из этого окружения. Русский парень заменил Дине и Розе родного сына. А они стали его семьей. Сам он, сирота, потерял родителей очень рано. Действительно, они заменили ему и отца, и мать. Это были для него именно родные люди, самые близкие. Он был очень благодарен до самых последних дней, конечно же. Под партизанским контролем в Монтефьорино оказалось большинство горных дорог, жизненно необходимых нацистам. С этой точки можно было отслеживать продвижение вражеских войск. Именно поэтому эта башня еще в средние века считалась удачным стратегическим пунктом. Бойцы русского батальона уничтожили 350 машин, взорвали 212 мостов захватили в плен более 4,5 тысяч немецких солдат и офицеров. Русский батальон был одним из самых мощных военных подразделений итальянского движения сопротивления. Он нанес немцам существенный урон. Это были закаленные войны. Сами итальянцы говорят, что мы были по сравнению с ними какие-то школьники, ученики. Переладово слушались беспрекословно и шли за ним не сомневаясь. Он говорил, что если есть кусок хлеба, поделись с другим. Если есть две сигареты, одну отдай. Он всегда верил, что вернется домой. Не то, что верил, знал. Даже не было никаких сомнений. Потому что Россия это Россия. Моя родина. По вечерам бойцы батальона пели песни. Грузины пели Сулико, украинцы пели «Распрягайте хлопцы коней». Наши, конечно, пели Катюшу. И Катюша очень полюбилась итальянцам. Она мелодичная. В годы сопротивления на музыку русской песни Катюши было придумано несколько вариантов текста на итальянском языке. Самый известный вариант был написан партизаном Филичи Кашоне в Лигурии. Именно благодаря ему родилась песня, ставшая гимном всех партизан в Италии «Свистит ветер». Все ее знали, все пели. Ветер свищет и бушует в юга. Босиком, но все равно идем. Красную весну себе мы отвоюем, и пусть солнце знаменем встает. В республике Монтефьорино налаживалась новая свободная жизнь. Сначала были проведены выборы местной администрации. Было избрано правительство семи коммун, располагавшихся на этой территории. Это очень важный аспект, ведь на протяжении 20 предыдущих лет в условиях фашистского режима итальянцы были лишены права голоса. Народные администрации решали насущные проблемы. Восстанавливали дороги и мосты, обеспечивали население продовольствием, а также проводили важные реформы. Вновь были открыты школы, и детей стали обучать не по фашистским, а по новым учебным материалам. Было организовано несколько новых судов. Все эти новые введения ознаменовали собой подготовительный этап для масштабных послевоенных реформ. Именно советские партизаны внесли вклад как в освобождение территорий, так и в создание народного демократического механизма для администрации города. Это был новый вид отношений, дружба народов, которые еще недавно были врагами. Республика Монтефьорино продержалась 46 дней. Немцы бросили на ее штурм шесть воинских частей. В конце июля 44-го произошла бойня, в ходе которой республика Монтефьорино прекратила свое существование. На защиту были посланы две группы из этого батальона, отряд Переладова и второй отряд, который вместе с итальянскими партизанами в течение нескольких часов сдерживал натиск немецких солдат, в том числе ценой жизни многих партизан. В том сражении погибло и много русских. Несмотря на недолгое существование, республика Монтефьорино осталась в истории как одно из самых главных завоеваний сопротивления на Пенинском полуострове. Скала Монтефьорино это символ свободной Италии и ее демократического уклада. Рядом с этим маленьким сельским кладбищем в Сан-Дзену могло быть еще одно огромное немецкое для погибших в Италии нацистских солдат. В 1952-53 годах в Сан-Дзену приезжала немецкая делегация. Они проводили переговоры, но так и не смогли ни о чем договориться и уехали обратно в Германию. По дороге немцы проезжали Кастерманы и местные жители угостили их вином. Немцы решили организовать немецкое кладбище именно там. Там это на холме Кастермана среди оливковых рощи тоже с видом на озеро Гарда. 22 декабря 1955 года между Италией и Германией было подписано соглашение о захоронениях военных лет. После подписания этого документа немцы получили возможность самостоятельно решать, где будут располагаться их военные кладбища. Останки большинства солдат, покоящихся на этом кладбище, были найдены на севере Италии. На текущий момент на кладбище похоронено 22 029 солдат. И не только солдат. Среди похороненных здесь три нацистских преступника, основателя системы массовых убийств. Сейчас я покажу вам могилу Кристиана Вирта. Он был одним из самых страшных преступников Второй мировой войны. Согласно оценкам, по его приказу было уничтожено более 1 миллиона евреев. Кроме того, он принимал участие в программе Т-4 и в других аналогичных программах уничтожения людей. Т-4 это программа нацистов по стерилизации, а в дальнейшем по физическому уничтожению инвалидов и людей с психическими расстройствами. Он первым применил для уничтожения людей газ. Он был настоящей машиной смерти. Тем не менее, согласно Женевской конвенции, даже военные преступники имеют право быть похороненными. Здесь похоронен Готфрид Шварц, подчиненный Кристиана Вирта и его соратник. Шварц тоже совершал кровавые военные преступления. Шварц трудился в концлагерях Бельжицы, Майданики и Освенции. В Кастермане его могила под номером 666. На мой взгляд, это просто совпадение. Если исходить из тяжести совершенных преступлений, то в могиле номер 666 должен был быть похоронен Вирт, а не Шварц. Третий изувер, комендант Собибора Франц Рейхлейтнер. Когда русские стали атаковать границу Польши, Рейхлейтнера отправили в Италию. Немецкое руководство посчитало, что в Италии он будет в большей безопасности. К счастью, он вскоре был убит партизанами. Не так давно выяснилось, что здесь же, в Кастермана, рядом с нацистскими палачами лежат и некоторые советские партизаны. Язык не поворачивается сказать «покоятся». Насколько мне известно, на кладбище похоронено несколько русских солдат. когда нас просят сделать фотографию у могилы, мы используем один прием, поскольку иначе прочитать надпись на захоронении почти невозможно. Степан Руденко. Теперь имя видно очень хорошо. О них до сих пор известно очень мало. Руденко воевал в бригаде Фьямме-Верде, Селиванов с партизанами Гобби, а на Причуг сражался за Турин. В Кастерману они обозначены как Хиви, от немецкого «Хильфс-Виллигер», добровольный помощник вермахта. Видимо, когда сюда переносили этих солдат, на них не было никаких документов. Конечно, нас не устраивает, что на этом кладбище те, кто совершал военные преступления, покоятся рядом с теми, кто боролся против таких преступлений. Это кладбище вряд ли можно назвать святым местом. 4 июня 1944 года союзные англо-американские войска вошли в Рим. На улице повалил народ. Свобода. Это был грандиозный праздник в честь освобождения. Наконец, после 271 дня война в Риме была окончена. То тут, то там раздавались крики «Русские в городе!» Но откуда русские в Риме? Ведь советские войска в Италии не воевали. Люди устремились на улицу Номентано. Там, перед зданием с тремя белыми слонами на барельефе поднялся красный советский флаг. На балконе второго этажа выстроились люди с автоматами, явно партизаны. Отовсюду слышалась русская речь. В том праздновании участвовали и русские, сражавшиеся плечом к плечу с римлянами в городе и окрестностях. Среди них, конечно же, были и участники организации Алексея Флейшера. Колонны в полсотни человека не вышли из виллы Тай на улицу под советским красным флагом. Переделали из тайского. Флаг, развивавшийся над посольством Сиама, представлял собой красное полотно со слоном в центре. Флейшер и его товарищи преобразили этот флаг. На месте слона, на флаге красного цвета, они вышли символ Советского Союза. серб и молот. Через весь город партизаны шли в Ватикан на торжественный прием к Папе Римскому. Конечно, это произвело фурор в Риме, вот это шествие. И это, конечно, уникальное событие. Алексей Флейшер позже вспоминал. Папа Римский со всеми с нами ласково обошелся, раздавал нам свои портретики, раздавал нам четкие, потом отошел и очень скромно в уголке сам помолился про себя. И узнав, где мы живем, дал нам два автобуса, чтобы мы, значит, не пешком шли обратно уставшие, а возвращались на этих папских автобусах. автобусах. Вскоре в Рим прибыли представители советского правительства. Флейшер передал уполномоченному по репатриации 182 спасенных им военнопленных, в числе которых было 11 офицеров. Они возвращались домой. Еще шла война, и они плыли через Средиземное море, через Египет, через Иран, и в итоге через Баку их принимала Родзина. Перед отправкой в СССР представитель НКВД произнес краткую, но сильную речь. Сказал, что вы должны быть признательны всем Алексею Флейшеру, который помог вас вызволить. Но вы не думаете, что вы хорошие, сказал он. Это Родзина у вас хорошая. По прибытии всех определили в фильтрационные лагеря. Согласно сталинскому приказу ни шагу назад попавшие в плен приравнивались к врагам народа. Но они все были уверены, что своей героической деятельностью, своей кровью они смоют все эти подозрения, что воюя в Италии, они приближают тем самым победу тоже и на территории Советского Союза. Мы героями вроде как были, но героями лишь до Баку. Написал Евгений Евтушенко в поэме «Итальянские слезы». Конвоиров без усы и лица с подозрением смотрели на нас и кричали мальчишки нам фрицы, так что слезы вставали у глаз. Когда ты возвращаешься на родину и вдруг тебя принимают как врага, это до слез больно. Тарасенко устроился работать завскладом в поселке Анзеба близ Братска. Там прожил всю оставшуюся жизнь. Евгений Евтушенко приезжал и ночевал в нашем доме. Они сидели вечером и после этого Евгений Евтушенко написал поэму «Итальянские слезы». И она прям так и начинается. возле Братска в поселке Анзеба плакал рыжий хмельной кладовщик. Это страшно всегда до озноба, если плачет не баба мужик. Возвращение всем далось непросто. Алексей Каляскин отсидел четыре года. Работал на руднике и в общем-то там и заработал большинство своих болезней. Он все время кашлял и говорил, что вот эти проклятые рудники. После лагеря вернулся под лугу, разыскал детей Юру и Леву. Потом переехал в Уфу, устроился зоотехником на конный завод. Флейшер вернулся в СССР позже остальных в 56-м. Дождался смерти Сталина, дождался уже явного изменения политической ситуации. Как я понимаю, ему не разрешили жить в столицах. И он работал в Средней Азии, он работал в Ташкенте, картографом. Единственной семьей для Флейшера были его бывшие соратники. Они переписывались, встречались, приезжали из разных городов. Благодаря писателю Сергею Смирнову, которая опубликовала партизанах очерк, их перестали считать изгоями. Начали приглашать на мероприятия, связанные с войной. На одном из таких прервалась жизнь партизана Алексея Коляскина. В 1975 году в Ленинграде, 9 мая 30-летие победы, во время выступления у него не выдержало просто сердце, и он умер практически на трибуне. Наиболее благополучно сложилась дальнейшая судьба Владимира Переладова. Порядка трех лет он был под проверкой, что действительно он не является предателем Родины. Были ограничения в передвижениях, тем не менее после этого ему позволили продолжить обучение, восстановиться в институте на четвертый курс. Переладов долго работал на Крайнем Севере, потом занимал высокий пост в Госплане СССР. Прожил почти 90 лет. Он всегда рассказывал об Италии с такой теплотой, что невозможно было в нее не влюбиться. Он мне всегда говорил, Италия должна быть последней страной, к которой ты поедешь, потому что такой красоты, как там, ты уже нигде не увидишь. СССР. СССР. Сразу видно, за могилой русского партизана кто-то постоянно ухаживает. Я решила взять на себя заботу о его могиле, чтобы здесь всегда было чисто и ухоженно. Я навещаю эту могилу каждый раз, когда прихожу на кладбище, чтобы почтить память своих родных. К сожалению, многие вещи в нашей жизни мы уже не в состоянии изменить. Но мы можем отдать дань памяти таким солдатам, украшая их могилы цветами. Дядя Реджины воевал на русском фронте, в Италию не вернулся. Погиб от холода или от пули никто не знает до сих пор. Моя бабушка плакала и говорила, если бы только Господь пощадил меня и сделал так, чтобы мой сын вернулся с войны до того, как меня не станет. Спустя много лет бабушка ушла из жизни, так и не дождавшись своего сына. Это воспоминание всегда будет жить в моем сердце. Приходя на эту могилу, я думаю о том, что у этого русского тоже наверняка была семья. У него были родители и, возможно, жена. Но он не вернулся домой. Именно поэтому я решила, что теперь о нем буду заботиться я. До тех пор, пока смогу. Он сражался здесь, вдалеке от своей семьи. Мы хотим выразить покойному почтение и признательность. Герои, герои. Эти слова вполне можно назвать интернациональными. Когда человек вершит добро во имя свободы, служения, борьбы, Родины, в любом государстве на свете ему воздают почести и благодарят. И слава Богу, что героев помнят. И таких героев, оставшихся в итальянской земле, много. Им стоят памятники и обелиски в Милане, Турини, Генуэ, Гинни. Мы насчитываем около 200 зарегистрированных индивидуальных и коллективных захоронений в 57 населенных пунктах Италии. Власти Италии с уважением и почтением относятся к памяти наших воинов, которые жизнь положили за свободу Италии. Недавно возникла версия, что безымянный русский партизан в Сан-Дзену по прозвищу Вилли это Емельян Клюкш 1902 года рождения, который воевал в провинции Верона и погиб в октябре 1944 года. Однако стопроцентных подтверждений этого пока нет. Оно похоже, да, оно звучит как и меня, но пока что вот над этим работаю. И я надеюсь, что все-таки когда-то сумею докопаться и узнать, кто здесь у нас захоронен. Важно соединить эту цепочку, я считаю. Я буду продолжать поиски, не буду останавливаться, сбудется и моя мечта. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!